Они не замерзли и не превратились в камень, они просто занимаются спортом. Это одна из самых тяжелых тренировок в самом боевом виде единоборств кёку-синкан. Здесь в горах Японии карате выглядит по-другому. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эпоха физзарядки прошла. Простое повторение физических упражнений может дать только, как здесь говорят, силу тигра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 12 миллионов человек в мире занимаются кёку-синкан, этим боевым видом карате. Вот сидит верхушка, Хацуор Айяма во главе стола, девятый дан. Он самый главный мастер в этом стиле и, по утверждению многих, самый сильный боец на земле. Хотя с виду и не скажешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Каждую осень у Хацуор Айяма с приятелями традиция собираться с этим столом в маленькой гостинице высоко в горах Японии и обсуждать прошедший год. Сегодня в эту небольшую деревушку Митсумене приехали с отчетами за год главы региональных школ Азии, Европы, Африки и России. Эти два года мы за основу взяли систему Ояма-Соусай, значит, систему кёку-син. И за два года вот мы достигли таких результатов. Михаил Слепенчук – представитель России. Он, Александр Нестеренко сидят по правую руку от Раямы. Это неспроста. В последнее время новости из мира карате всё приятнее и приятнее для нашей страны. Всем нашим директорам отделений за границей я хочу обратиться с просьбой воспитывать сильных учеников и идти в ключе нашей системы. Карате, ну всё нормально? Русские ноты в японской музыке карате звучат всё громче и тревожнее. Только за этот год на нашем счету победа в открытом чемпионате Африки, первое и второе место, первое место в Корее и серебро на открытом чемпионате в Японии. Субтитры создавал DimaTorzok Утро в деревне каратистов начинается с восходом. В шесть часов старые и молодые сансеи выходят на зарядку. Сначала разминка, потом пробежка. Маленькие желтые полоски на черных поясах, как сержантские погоны в армии, говорят о статусе карате. Одна полоса, первый дан. Это черный пояс. Две полоски, второй дан. Чтобы получить её, нужно выдержать бой против нескольких противников уровня второго дана. Причём они могут меняться каждую минуту. А кандидат на пояс должен продержаться 20. Не нужно побеждать. В такой ситуации это почти невозможно. Главное устоять на ногах. Средний возраст японских сансеев за 50. Раньше они здесь бегали, теперь просто быстро ходят. Ждать чудес, силы и выносливости уже вряд ли приходится, но остались знания. Русские здесь, как юноши, приехали учиться, но не ударом, а традициям. Раньше на чужестранцев здесь смотрели искоса, теперь привыкли. Глобализация. Чтобы получить третью полоску на черный пояс, третий дан, нужно пробежать около 10 километров по горам и выдержать 30 минут боя. Четвёртый дан, 40 минут поединка, 5 и 50. Но таких уже единицы. Это боги каратэ. У Александра Нестеренко 6 дан. И он не любит говорить об этом экзамене. За 2 часа он пробежал 22 километра по горам и потом еще пришлось выдержать час поединка. Вот эта тропа. Сначала вниз к водопадам, потом вверх. Начинаем. Возьмите! Возьмите! Таких водопадов в России десятки тысяч, в Японии сотни, но этот особенный. Именно здесь полсотни лет назад молодой японский юноша Аяма Мусутацу фанатично отрабатывал приемы и удары. Потом, спустившись с гор, он показал, чему научился. Ни один бык не смог выдержать встречи с Мусутацией. Ударом кулака он валил их на землю и даже убивал. Новое боевое искусство потрясло не только быков, но и людей. Ученики Аяма Мусутацу до сих пор считаются самыми страшными противниками. Они умеют ломать руками бетон и лед. Их кулаки крепче камня, но они японцы. Их обычная жизнь – это суперкомфортные машины и квартиры. Зимой здесь даже уличные автоматы выдают сдачу подогретыми монетами. Горный душ плюс 3 градуса по Цельсию – это очень экстремально. Сам, вот, сам начинать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ